Всем привет, на связи Мабу и сегодня по вашей просьбе записываю видео о том, как же теперь нам монетизировать наши мобильные приложения. Устраивайтесь поудобнее, возьмите себе что-нибудь попить и мы начинаем, поехали. Если вы хотите стать андроид разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и конечно же настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе андроид разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс андроид разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, как вы могли слышать, что Play Market отменила монетизацию для русскоязычных приложений. Давайте разбираться, что отменила компания Google. Компания Google убрала возможность у русскоязычных пользователей приобретать себе платные продукты в Play Market. То есть вы, как обычный пользователь своего смартфона, теперь не можете зайти как русскоязычный пользователь в Play Market и что-то купить. То есть заблокировали не возможность продавать русскоязычным программистам и разработчикам свои продукты, а просто фактически забрали возможность у ваших потенциальных пользователей, клиентов, возможность приобретать у вас ваше мобильное приложение. Что же нам сделать в этой ситуации? Есть несколько путей. Во-первых, самый очевидный, первый путь. То есть вы для того, чтобы обезопасить, регистрируетесь как разработчик, создаетесь в новый аккаунт, ну как иностранный гражданин, и работаете, и разрабатываете мобильные приложения, то есть ваше мобильное приложение, которое вы публикуете, изначально при разработке оно должно быть, скажем так, во-первых, на английском языке, в первую очередь, во-вторых, оно должно быть ориентировано на иностранных граждан, потому что русскоязычные граждане теперь не могут у вас покупать продукт, ну если, конечно, у него там нет VPN, но опять же, VPN мало кто пользуется, и я не знаю, как там Play Market отслеживать этот VPN, не отслеживать этого, я не знаю. Но самый простой способ, вы должны просто максимально безопасить себя, это, во-первых, дорегистрироваться как иностранный гражданин, как иностранный разработчик, и создавать свое мобильное приложение на иностранную аудиторию, то есть ваша аудитория должна быть англоязычной, то есть иностранная аудитория, ну можно не англоязычную, но факт в том, чтобы вашим приложением пользователи пользовались, допустим, не из России, а во всем мире. Как же в нам зарегистрироваться как иностранный гражданин? Я особо не вникал в эту ситуацию, но я думаю, тут несколько возможностей, можно попробовать в качестве оплаты использовать иностранные какие-то платежные сервисы, либо иностранную карту, если у вас есть кто-то за границей с иностранной картой, чтобы вы единоразово могли оплатить этот сбор за регистрацию вас как программиста. Либо вы можете выехать за границу, там открыть счет где-нибудь, ну опять же за границей, ближайшие, ближайшие зарубежья, то есть там недалеко не ехать, а ближайшие страны, с которыми даже виза не нужна, просто слетать там на выходные, отдохнуть, да, и за рейс, открыть счет, зарегистрировали карту, и оплатить, да, иностранной карты, вот этот единовременный сбор за регистрацию иностранного пользователя и все данные свои как иностранного гражданина указать. Либо найти какого-то знакомого за границей, либо с кем-то договориться, ну если у вас долго лежащие планы, можете переехать в другую страну жить. Но опять же это далеко не всем подходит. Но факт в том, что у вас в вашем аккаунте не должно быть никакого русскоязычного следа, и у вас ваша аудитория должна быть не русскоязычная, в лучшем случае. Это для того, чтобы ваша аудитория могла покупать у вас, платить за ваше мобильное приложение. Но это путь, если вы хотите напрямую работать с Google, с Google, да, но опять же нужно получать выплаты через, да, выплаты, и опять же нужна карточка иностранная, то есть не российского банка. Тут такая ситуация, ну обойти можно, но довольно-таки сложно, но обойти можно. Второй вариант – это использовать прямую монетизацию, то есть в вашем мобильном приложении. То есть пользователь скачивает ваше мобильное приложение, пользуется, пользуется, но понимает, что основной функционал, который ему нужен, он доступен по платной подписке. Он заходит в мобильное приложение, куда мы идем в меню, и кликает по кнопке «Получить платную подписку». Потом переходит на ваш сайт, где вы предлагаете ему оформить платную подписку, и либо предлагаете заполнить, лучше запросить заполнить форму обратной связи, чтобы вы с ним связались, или автоматически настроили воронку, при которой после отправки письма он может перейти на форму оплаты, либо вы потом можете с ним связаться, для того, чтобы взять оплату. Второй вариант – чем лучше, потому что Google раньше отслеживал вот такую возможность авторов напрямую монетизировать свое мобильное приложение без плей-маркета, и некоторые такие приложения были забанены. Так вот, если вы напрямую потом будете связываться через электронную почту, это намного исключит эту возможность, в том, что ваше приложение будет заблокировано. Но опять же, пользователи, но опять же, Google не будет каждое приложение проверять, поэтому можно, в принципе, и настроить прямой переход пользователя к форме оплаты. Это тоже такой прикольный вариант, который можно использовать. То есть через платную подписку, через прямую монетизацию, деньги можете собирать с помощью любого из сервиса по приему платежей. Третий вариант – это создание бесплатных приложений, но со встроенными покупками. Это уже неплатная, да, какая-то неплатная очевидная подписка. Например, для того, чтобы что-то сделать в вашем мобильном приложении, пользователь должен вам оплатить какую-то небольшую сумму. Ну, например, вы, у вас мобильное приложение по заполнению каких-то документов или какую-то информацию предоставляете, ну, для того, чтобы получить эту информацию, допустим, или что-то сделать, пользователь должен совершить единоразовый платеж. Это не прям очевидная оплата. То есть сюда эту оплату введет тот человек, тот пользователь, которому нужно что-то конкретное сделать. То есть Play Market просто так, то есть компания Google просто так не отсканирует этот вариант ваш. То есть это тоже вариант такой скрытых, скрытых встроенных покупок. Ну, еще один вариант – это найти аналоги Play Market. То есть существует множество аналогов Play Market, таких же магазинчиков, которые в ближайшем будущем, я вас уверяю, на территории, русскоязычной территории будут иметь высокий спрос. Либо это различные аналоги Play Market, либо можете посмотреть на китайский рынок и тех стран, которые, и на рынок тех стран, которые не ввели санкции. Но лучше посмотреть на китайский рынок и там посмотреть. Там есть ряд таких же магазинчиков, которые пользуются, пользуются китайская аудитория. А там очень много пользователей и с той аудиторией вы можете работать, плюс в дальнейшем сможете выводить оттуда деньги без всяких вот этих извращений в плане регистрации как иностранного гражданина. О том, какие есть аналоги Play Market и Play Market на китайском рынке, я сделаю об этом видео в скором времени. Ну, а также, если вы не хотите вот это заморачиваться, с этим всем играться, искать новые варианты, то вы всегда можете работать на заказ, то есть заниматься заказной разработкой, разрабатывать мобильные приложения на заказ, да, на том же фрилансе или напрямую с заказчиком, или можете просто трудоустроиться, работать в компании за зарплату. Но опять же, вот эти пункты, которые 4 я осветил, они для инициативных людей и для тех, кто хочет создавать свои продукты, ищет варианты монетизации. Один из этих пунктов определенно поможет вам для того, чтобы в сложившейся ситуации получать все равно вознаграждение за свой продукт интеллектуального творчества. А на сегодня у меня все. С вами был проект Мабу. До встречи на этой неделе. Я вам подготовлю видео, скорее всего, о том, какие аналоги плеймаркета существуют. Всем пока.